Среди законодательных инициатив и охрана привычки любителей поспать подольше утром. Депутаты Госдумы считают, что шум чуть свет не только нарушает права россиян на отдых, но и вредно сказывается на их здоровье. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. За нарушение утреннего сна россиян могут ввести штраф. С такой законодательной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев. Он считает, что граждане традиционно продлевают свой сон в праздничные и выходные дни, компенсируя недостаток отдыха после трудовых будней. И этот отдых, в отличие от ночного времени, закон не защищает. За преждевременное прерывание сна предлагается ввести штраф для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей. Банки и платежные системы получат право блокировать операции по переводу денежных средств со счетов граждан. Основанием будет подозрение, что транзакции являются хищением. Такие законодательные поправки разработала межведомственная рабочая группа при Центробанке. По сведениям источника, близкому к ЦБ РФ, в стране вырос объем хищения денег россиянцев, банковских счетов и карт. За 2014 год зафиксировано более 300 тысяч операций на сумму более 3,5 миллиардов рублей, из которых половину убытка удалось избежать. При этом правоохранительные органы очень редко возбуждают уголовные дела, связанные с хищением клиентских денег. В России могут ввести тотальный запрет на сжигание сухой травы. Такую меру борьбы с лесными пожарами предлагает ввести Министерство чрезвычайных ситуаций. Президент России Владимир Путин поручил подготовить документ, который бы вводил запрет на паузу хостоя. Соответствующее постановление уже размещено на едином портале для обсуждения.